В Тюменской области аномальные морозы, актировки в школах Тюменской области. Рассказываем, как горожане переживают холод. Максакова о Гагариной переныла песню Пугачевой. Это как в оркестре арфу заменили стиральной доской. В новогоднюю ночь Полина Гагарина под аккомпанемент Игоря Крутого спела песню «Любовь, похожая на сон». Мария Максакова заявила, что с трудом посмотрела этот номер. Синоптики обещают саратовцам продолжение сильных морозов, новости Саратова и области, информационное агентство. Сегодня в Саратовской области ожидается облачное. Еще один рекорд Овечкина, теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян. Вашингтон, выиграл у Коламбуса. Учатся ли школьники в Челябинске 9 января 2023 года? Какие классы сегодня остаются дома? За спасение Никиты Михалкова взялись врачи, вытащившие с того света певицу Максим. Режиссер в реанимации. BYD выпустит серийный вариант брутального внедорожника Yinglun Q8 в 2024 году. В гамме китайской BYD-авто в течение пары лет появится серийный полноразмерный рамный электровнедорожник класса Superlux. Прототип этой машины под именем Yinglun Q8 показали на прошедшем 5 января специальном мероприятии. Нартук, я был раздражан. FAS уничтожает Карлсон. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира. Ныне эксперт Петер Нартук вновь раскритиковал организаторов Tour de Ski, принявших решение провести церемонию награждения без победительницы многодневки Фриды Карлсон. Прямая трансляция Атлетика Барселона смотреть матч чемпионат Испании сегодня 8 января. Время, во сколько прямая трансляция матч Атлетика, Барселона. Барселона, в гостях одолела Атлетика 1,0, в 16-м туре Ла Лиги. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok